Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Как и обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы к данному часу. Время платить по счетам. В Федеральной налоговой службе завершается декларационная кампания. Отчеты о доходах крымчанам необходимо предоставить до 30 апреля, а сама плату осуществить до 15 июля. Нарушители ожидают штрафы. Предоставить документы в первую очередь обязаны лица, заработавшие на найме жилья. Кому еще следует поторопиться с визитом в налоговую, знают наши корреспонденты. Виталий Ганзюк сдает жилье у моря. Заработок для нашего региона один из самых распространенных. При этом теневой оборот денежных средств, как и стоимость аренды в данном сегменте бизнеса в Крыму один из самых высоких в целом по России. Времени для того, чтобы выехать в налоговую, у мужчины не нашлось. Поэтому заполнить необходимую форму квартироздатчику помогли специалисты специальной мобильной группы. Привыкаем жить по российскому законодательству. Мне рассказали, как подать декларацию о доходе, что я в ближайшее время буду делать. Плюс очень удобно, что есть электронный кабинет, что можно зарегистрироваться. И в дальнейшем не надо посещать налогу, не надо стоять в очередях. Почти три месяца представители налогового управления информировали бизнесменов о необходимости декларирования своих доходов. Даже если индивидуальный предприниматель не работал в прошлом году, он все равно должен подать отчет. В первую очередь это должны подать декларацию наши индивидуальные предприниматели. Активность наших предпринимателей достаточно высокая. Уже более 13,5 тысяч предпринимателей подали декларацию, задекларировали свои доходы. Ну и, естественно, граждане, которые либо хотят получить вычеты, либо задекларировать свои обязательства и воплотить налог. Таких тоже граждан у нас более тысячи. Сдача декларации в этом году впервые проходит в полноценном формате. Налог на доход является самым массовым. Его выплачивают все, однако за большую часть работающих граждан он выплачивается работодателем. Но если в течение прошлого года случился иной доход от продажи имущества или сдачи в наим жилья, то задекларировать доход надо самостоятельно. Физическое лицо или предприниматель может двумя способами – на бумажном носителе или в электронной форме. Это очень удобно. Можно будет через сеть интернет заполнить план декларации и, соответственно, в электронном виде представить налоговые органы. Для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет, необходимо при себе иметь паспорт и, соответственно, в течение месяца поменять пароль, который будет получен при регистрации. Последний месяц декларационной кампании – апрель. В это время налоговики будут осуществлять такие выезды чаще. А для налогоплательщиков это последний шанс не попасть на внушительные штрафы. Дарья Коширина, Сергей Козырь. Время новостей. В поселке Грессовский теперь будут расти именные деревья. Высадить их впервые за много лет решили сами жители микрорайона. В субботний день целыми семьями они вышли в парк, чтобы снова возродить былую традицию. Не осталась в стороне депутат парламента республики Светлана Савченко, но прежде чем присоединиться к акции, она пообщалась с учениками 34-й школы, которым, несмотря на свой юный возраст, удалось впечатлить всех. Илья Набережная расскажет подробнее. Что такое память в 34-й столичной школе, знают хорошо. Два месяца назад эти ребята разделились на поисковые группы, чтобы собрать всю имеющуюся информацию о героях Советского Союза, проживающих или проживавших в Симферополе. Результатами своей работы могут гордиться. Всплыли имена людей, которые работали и жили в столице. Узнал и не только о Мальченко, и о Скугаре, и о Усенко. Они тоже были героями Советского Союза и работали в аэропорту. Ну, в целом, еще поиски продолжаются. Это еще не весь у меня материал. Надо отдать должное нашей школе, нашему музею, который является центром вот этой патриотической, героической подготовки. Мне не стыдно эти слова произносить в нашей школе, потому что наши дети понимают, что такое память о героях Великой Отечественной войне. Результатами поисковых работ школьники делятся с депутатом Крымского парламента Светланой Савченко. Рассказывают, для чего решили расширить свой кругозор и поднять архивные документы. Причина проста – не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Укрепляется надежда на то, что все у нас хорошо и благополучно. Потому что ребята, которые с таким интересом относятся к прошлому своей страны, героическим подвигам своих предков, они могут, мы вернем уже быть спокойны за наше будущее. Ради будущего сегодня стараются не только школьники. В выходной день жители поселка решили посвятить полезному делу. Почти в полном составе в парке трудится большая семья Амельченко. Сегодня они сажают здесь сразу несколько деревьев. Своё именное появится и у самой младшей – Маши. Она с удовольствием помогает взрослым и пока еще не догадывается, что много лет назад в этом парке посадил дерево ее прадед. Теперь дело за внучкой, рассказывает бабушка Валентина Амельченко. У меня трое внуков – Диана, Александр и Маша. Это будут три дерева, за которыми они будут ухаживать. Воодушевилась общим подъемом и Светлана Савченко. Тоже принимает участие и помогает местным жителям озеленять парк. Говорит, решение привести его в порядок приняли несколько недель назад. Результат налицо. Мамы, папы, дети сажают вместе свои деревья. Они у них будут именные, с табличками. Они будут ухаживать за этими деревьями. Это будет уже совсем другое отношение к посаженному ими парку. Старожилы поселка, вот мы сегодня разговаривали, говорят о том, что у них сегодня радость на душе, потому что впервые за много лет вот такой радостный совместный труд. Сегодня только начало большой работы. Все эти посаженные деревья еще предстоит вырастить. Поэтому, чтобы парк снова стал прежним, жители Грессовского еще не раз соберутся вместе. И обязательно продолжат добрую традицию. Елена Бережная, Алексей Романов. Время новостей. Здание Симферопольского художественного музея находится в ненадлежащем состоянии и лишено транспортной доступности. А в Крымском университете культуры, искусств и туризма нет общежития. В День культурного работника эти профильные учреждения посетил первый вице-спикер Крымского парламента. О том, как будут решать возникшие проблемы, смотрите далее. В художественном музее ко дню работника культуры провели мастер-класс по песочной анимации для самых маленьких. Первоклашки из расположенного недалеко лицея с удовольствием приняли участие. Говорят, карандашами теперь пользоваться не будут. Две главные проблемы музея – это ненадлежащее состояние выставочных залов и отсутствие транспортной доступности. Но здание включили в ФЦП, и скоро все изменится. И со следующего года начнем, собственно, непосредственно реконструкцию музея. Таким образом, наше одно из главных базовых учреждений культуры, которое десятилетиями, не годами, десятилетиями не видело ремонт, наконец-то получит то, в чем больше всего нуждается. В такой праздник нельзя забывать и о главном творческом вузе полуострова, который специализируется на подготовке работников культуры. Заслуженные грамоты от парламента республики получили самые достойные преподаватели и работники учреждения. Кроме этого – подарок – концерт. Но и тут не без проблем. Главное – отсутствие общежития. Мы готовим творческие специальности, и к нам поступают не все, кто хочет, а люди – одаренные. Студенты – одаренная молодежь. На хореографию, вокальное искусство, театральное искусство. И очень много студентов, которые не очень из сельской и не очень богатых семей. Со стороны власти будут предприняты все меры, чтобы помочь вузу с решением этой проблемы. Большая часть студентов, которые обучаются здесь, это не жители Симферополя, это жители городов, руинов Крыма. Поэтому они, конечно же, нуждаются для того, чтобы нормально организован был учебный процесс. Они нуждаются в постоянном месте проживания. Поэтому общежитие институту крайне необходимо. И мы сделаем все, чтобы уже буквально в этом или в следующем году оно появилось. Уже есть определенные подвижки в этом вопросе. К примеру, выделен участок на улице Родионова. Дело теперь за проектно-сметной документации. Строительство может начаться уже в следующем году. Эдуард Здоров, Иван Ковалев. Время новостей. Алуштинский регион известен в Крыму не только своими знаменитыми пляжами и горными массивами. Здесь расположено предприятие, без которого не обходится ни одна стройка полуострова. Сейчас Шархинский карьер обеспечивает стройматериалами самый значимый для республики проект строительства моста через Керченский пролив. Шархинский карьер специализируется на добыче и производстве гранитного щебня песка еще с 70-х годов прошлого столетия. В Крыму нет такой области строительства, где бы не использовалась эта продукция. Сегодня, побывав в самом центре вашего производства, понял, что именно здесь, именно здесь рождается новый Крым, именно здесь рождается тот материал, который нужен для строительства наших домов, дорог, мостов. И сегодня с гордостью хочу, конечно же, отметить, что вы являетесь действительно гордостью нашей республики, гордостью Алуштинского региона, гордостью нашей промышленности. Предмет особой гордости предприятия – его вклад в строительство моста Керчь-Кубань. Когда этот проект только начинался, он вызывал издевательские ухмылки наших оппонентов в ближнем и дальнем зарубежье. В реальность происходящего там никто не верил. Ну вот, буквально неделю назад наш президент посетил Керченский полуостров, посетил остров Тузла, и все уже стали уверенными, что мост у нас железобетонно будет. И в этом будет ваша основная заслуга, потому что сегодня вы поставляете туда щебень, сегодня вы поставляете туда песок. То есть тот жизненно необходимый материал, чтобы мост был, мост работал и высоединил нас действительно с Россией. Государственный совет республики отметил работу специалистов предприятия благодарственными письмами. Свой профессиональный праздник отметили в этот день работники культуры Алушты. Эти люди тоже строят мосты в духовной сфере жизни. Ведь никто лучше вас не тронет человеческое сердце, как звуки музыки или исполнение музыкальное. Никто лучше не покажет наш прекрасный мир, чем художники, которые работают у нас и в художественной школе, и художники наши, составляющие лучшую элиту художественной семьи республики. Никто лучше не скажет о красе русского слова, чем наши великолепные библиотекари. Не секрет, что в последние два десятилетия культуре практически не уделялось внимания со стороны государства. Многое придется начинать практически с ноля. Да, конечно, нужно и зарплату поднимать, да, конечно, нужно и в порядок приводить и дома культуры, нужно, конечно же, и обновлять все наши инструменты, нужно и библиотеки наши пополнять. Но самое главное, что у нас внутри есть вот такой стержень, который не сломит, а значит у нас с вами все будет в порядке. Работники культуры Алуштинского региона в своей профессиональной праздник были отмечены благодарственными письмами главы Крымского парламента. Алексей Щербак, Александр Чукалов, Время новостей, Алушта. Спасатели ялтинского отряда Крымспас эвакуировали жителя поселка Гаспро. По информации пресс-службы МЧС Республики, мужчина заблудился во время туристической прогулки из-за ухудшения погодных условий. Пятерым специалистам понадобилось более двух часов, чтобы найти его местоположение. Медицинской помощи мужчина не нуждался. Крымские спасатели призывают строго соблюдать меры безопасности в горах. Перед выходом на туристический маршрут обязательно регистрироваться в подразделениях МЧС и следить за прогнозом погоды. В Крымском федеральном университете Минивернадского прошел день открытых дверей. В этом году там обещают сохранить количество бюджетных мест для абитуриентов на уровне трех тысяч. Более того, вуз готовится принять иностранных студентов больше, чем в период вступительных кампаний последних двух лет. Напомним, сейчас в КФУ обучается более 37 тысяч человек. Я хочу поступить в КФУ. Выбрала три специальности, на которые я буду подавать. Здесь должны выходить высоко классные, с серьезными компетенциями. Люди, которых будут просто, что называется, с руками и ногами забирать работодатели. Потому что это будет один из основных критериев востребованности вуза, трудоустройства и дальнейшая работа. Мы работаем активно в этом плане. Корреспонденты нашего телеканала продолжают следить за развитием событий на полуострове. Мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова